Минекононаку корони, эпизод номер 65 для ютуба, всех приветствую, мы продолжаем проходить визуальную новеллу, когда плачут чайки Беатрич и Ева, прошлый эпизод, завершение истории с эпитафией А теперь, теперь что будет дальше, я не знаю, проблема Розы и Марии, видимо А в очередной раз, надеюсь не будут на этом акцентировать внимание в который раз уже Остановившись у входа, по-прежнему прикрывая рот Марии, Роза все никак не могла определить, что делать дальше Она была не в силах выдержать взглядов окружающих вестибюля и крикнула детям подниматься наверх, выбежав из вестибюля Потом она вышла в коридор, лишь за тем, чтобы Хидеши намекнул, что от нее много шума Куда я теперь пойду? Куда я могу отвезти этого истеричного ребенка? Она чувствовала, как на глазах начинают наворачиваться слезы от безысходности Пока Мария боролась, пытаясь закричать, Роза приблизила рот к уху Марии И тихим голосом попыталась переубедить ее Мария несколько раз кивнула головой, хныкнув В любом случае, все эти капризы лишь из-за помеченной вчера Розы Роза почувствовала, как ее пульсирующая головная боль Кстати, слушайте Я только сейчас подумал, что если Роза, сломанная Роза, это типа Аллюзия на Розу, которая наша сломанная, типа, проблема у нее Там все дела, она пытается защитить Розу Типа, свою мать Или это какой-то уже абсурд Хм, интересно Ну, по крайней мере, ей немного полегчало на душе Теперь, когда Мария прекратила свои крики Хм, ну, по крайней мере, сейчас все очень тяжело Поэтому, чтобы не забыть от мамы Не забывайте Бара Бара Бария 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 странная ну ладно это мария мы знаем кто такая маратей не и мария на пара у метара ну блин пятки просто мария вряд ли здесь что-то прям такое невероятное если ты на время сможет успокоить марию роза посчитал что даже выход под ветер с дождем будет небольшой платой она подумала что это немного безрассудно но в конце концов ведь убийство или чего-то похожего на самом деле не было весь этот шум самого утра определенно был устроен кинца если проанализировать всю цепь закрытых комнат то очевидно что это был розыгрыш о господи как же давно этого не было опять-таки даже соскучился роза еще не успела забыть этот жуткий смех и сырка стукнула мариу кулаком и пожав плечами окончательно сдаваясь хитом и митара на токсину и его не роза в очередной раз проверила вес своего ружья ничего страшного все это полный вздор на этом острове никак когда не орудовал никаких убийств как там же должны ли персонажи ой оставшиеся в разлуку паре принести должны в который оборот дороги друг другу я думал что это отношения типа любовные должны быть смысле а муж жена парень девушка ну неважно там какой ориентации мы тут никого не ничего не против чего не выступаем на типы просто в данном произведении конкретно я имею ввиду что они не материнско-дочерски и так далее ну Ну я понял, Мюхина, я неправильно понимал, значит Сильно расширяет просто пар, ну количество пар Хидайоши продолжал нежно разговаривать, положив руку на лоб Евы Он даже не обратил внимания, как Роза и Мария выходят наружу через парадную дверь В таком случае не осталось никаких шансов, что оставшиеся вестибюли, которые находились еще дальше, смогут их заметить А комната для кузенов и кузина в втором этаже была Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... А еще недавно вместе аплодировали Еве, как все быстро меняется Даже отчаянный крик Батлера не в силах был пробиться к Розе и Марии Эти двое уже находились в розарии Дождь по-прежнему хлестал, но в счастье сам ветер уже немного утих Блин, такое ощущение, что Марии кто-то нашептал это, ну серьезно Она вдруг резко поменялась, изменилась Ну, холли щит Как это? Как это происходит? Ну, в смысле, как это чисто случайность? Ну, не может быть такого Нет, возможно и не к счастью Вполне возможно, окажись ветер еще сильнее, роза наверняка не решилась бы выйти наружу Ха! Мария обнаружила свою розу с золотистой лентой и с любовью взглянула на нее Роза взяла с Марии обещание, что ей хватит взглянуть один раз Но ей не хотелось, чтобы Мария потом жаловалась, что ей не дали достаточно времени Поэтому она решила подождать Марию, пока та не удовлетворится Она слабо верила в преступника, но четко представляла, в какой рисковой ситуации они сейчас находятся Роза это хорошо понимала Ей будет грозить опасность Если Она отбросит свой зонтик и приготовит ружье После просмотра невинной забавы Марии Роза настороженно огляделась по сторонам Так, бабочки Быть не может Ее глаза просто устали Даже если там никого не должно было быть Но ей показалось, как будто какой-то блеск Кроме того в темном розарии Золотистого цвета Должна быть просто игра ее воображения Потому что Розе показалось, словно золотые бабочки кружились над кустами роз А ведь сейчас у нас Беатрища и Ева А что если сейчас не происходят как раз тут эти изменения? Если типа она проиграет, то станет реально ведьмой и начнет тут всех убивать Ева тяжело дышала На лбу стали появляться бисеринки пота Ей, конечно же, не удалось спасать Вчера вечером, а последние события Лишь сильнее нагрузили организм Было неудивительно, что ее тело не справлялось Несмотря на осознание этого Хидеюши подозревал, что неожиданный жар Признать некого серьезного заболевания Несколько раз Хидеюши порывался позвать доктора Нанджо Но Ева прямо сопротивлялась Умоляя его и говоря, что гораздо важнее, чтобы он не убирал руку Ага, я понял Но, если вечером Вчера, обязательно придется Нанджо Снега Если вы сможете Убедить это, то Вы всегда здесь И Убедите Вчера Как Вы Убедите прям очень тяжело звучит реально очень как будто и плохо даже после того как она сказала это затрудненное дыхание его несколько не улучшилась охереть а мне это не нравится она выглядела приближающийся из-за кустов роз зонтик роза отбросила свой зонтиков скинула ружье только она это сделать человеческая фигура за кустами наконец показала себя да она случилась как я и думал мария просто в шоке лолото не биатрича это ева по улечить что происходит бик креста в леса на на не какой он сакинах на тузуки на они стоп это на это нормальная его что что происходит нет по-любому нет 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 что происходит голос голос молодой а а а а а Ева рассмеялась жутким голосом Роза была шокирована Но Мария оживилась И тогда Мария спросила Она узнала Я же сказал, она поняла, что что-то не так Эва, ты все хорошо? Эва! 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 Я не могу Я не могу Я не могу Выходящий Я не могу Удаляю Я можно Я не могу Выходящий В cameras Пришла Здорово Что вы пробовали? Субтитры сделал DimaTorzok 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 В частности, силу земного притяжения. Вполне вероятно, ей захотелось в полной мере осознать свое превращение в ведьму, будучи неоскованной цепями ограничений. И ведьма, и роза все так же стояли напротив друг друга, как вдруг земля сама собой ушла у них из-под ног и начала постепенно отдаляться. Теперь их ноги уже не соприкасались с землей. Вау, это они в небе, да? Роза наконец осознала, что это не земля убегает из-под ее ног, а что ее вместе с ведьмой выбросило прямо в дождливое небо. Для человека, прикованного к земле, действия силы тяжести нет ничего более печального, чем отсутствие возможности оторвать ноги от земли. Однако для Беатричи, познавшей радость освобождения от силы и притяжения в качестве новой ведьмы, этого было вполне достаточно, чтобы все ее тело затряслось от восторга. Эй, Роза! Ха! Ничего себе! Я понял. Ну, Ева, Беатричи, наверное, сейчас все еще, да, она же только-только стала ведьмой. Так что, по факту, да, она пока слабая. Не в силах, а просто в потенциале реализации своих возможностей. Ну, до этого они и живут тысячу лет, чтобы овладеть своими силами, так что нормально. Все еще впереди. Ой, я забыл прочитать. А давай уже танцуй вместе со мной в широком дождливом небе. Не мы ли двое мечтали летать подобно чайкам в небе? И улететь из тесной и скучной Рокинджимы. И теперь я сделаю эту мечту реальности для тебя. Потому что поделиться этой радостью я хочу только с тобой и больше ни с кем. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Дима Тorzok. Когда капли дождя стучали по каждой части их тела, когда молнии время от времени озаряли их, они дрожали от восторга, вызванного освобождением от земли. Впрочем, так было лишь для самой ведьмы. Роза держалась за голову глухо, крича снова и снова. Легкое недовольство отразилось на лице ведьмы, когда она поняла, что ее радость нисколько не разделяют. И тогда она решила прислушаться к просьбе своей бывшей младшей сестры. Викор, в котором кружилась Розу, стал ослабевать и затем прекратился. Другими словами, Роза, будучи обычным человеком, вновь оказалась во власти силы земного притяжения. Попав под действие изначального закона, Роза вверх тормашками начала спускаться на землю. Нет, она стала падать. Нужна стратегия приземления! Намерение ведьмы не входило отправлять Розу в резкое падение. Но она еще не до конца привыкла к использованию магии. После... После падения примерно со 100 метров прямо на кусты Роз. Роза, итог чего был очевиден, тут же скончалась. Но ведь ведьма не совсем собиралась убивать ее. Поскольку она и не думала убивать Розу. По ее воле золотые бочки накрыли тело Розы, возвращая ее к жизни, как того пожелала ведьма. Она реставрирует. Владеет силой убивать вновь и вновь, да? Все-таки, видимо, реально они просто дублируются силы. Тело Розы, которому полагалось быть размазанным ковром и свежей крови, мигом вернулось в обычное состояние. Сломанные и раздавленные кости стали прежними. Разорванная и расплющенная плоть стала прежней. Как же просто сломать вещи в этом мире, насколько трудно затем их восстановить? Любой человек может добрать жизнь, но ни одному человеку не по силам возродить потерянную жизнь. Тот, кто преодолевает необратимость, тем показывает, что превзошел людей. Само это, безусловно, дало ей больше, гораздо больше понимания того, что она ведьма, чем недавно состоявшийся полет в небе. А потом убить, и снова воскресить, и снова убить, и снова воскресить, и снова убить. А потом убить, и снова убить, и снова убить. А потом убить, и снова убить. А потом убить, и снова убить. и снова убить. Ладно, это не буду убить. Нужно убить, и умереть, и скоро убить... Голоса. 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 В этот момент, видимо, была опьянена силой той ужасной и прекрасной силой, которая была дарована ей. Её смех был чистым, невинным и всё же жестоким. Хоть Роза и была воскрешена, она издала звук крик огонь и от боли падения. Тут же приземлилась ведьма и протянула ей руку. О каких детских мечтах-то рассказывала, о каких мне, когда была ребёнком. Давай же, расскажи мне их все, не стесняйся, поскольку прямо сейчас я могу исполнить их, насколько бы нелепыми они не были. Я даже могу утопить тебя в море желе, могу засыпать тебя горой из пирожных, я даже могу заставить тебя отрастить крылья бабочки и дать погулять по Розарию как тебе. Я исполню их одно за другим на счёт, начнём с моря желе хорошо. Роза снова оказалась под доброшено высоко в дождливое небо. Однако небо оказалось наполнено отнюдь не каплями дождя, а каплями апельсинового сока. Когда она посмотрела вниз, Роза не поверила своим глазам. Розария больше не было, а земля под ней раскинулась мозаикой постельных оттенков. Именно во сне, как она говорила, когда была, когда мала ю... была опять-таки, была юной, она видела океан желе. Чёрная часть была кофейным желе, красная клубничным, жёлтая ананасовым, зелёная дымным. Каким же была белая часть? Яблочным? Неужели у Розы ещё было время, чтобы подумать о таких вещах? Роза упала прямо в этот многоцветный океан. И глубоко утонула в океане и вкусе фиолетового винограда. Это действительно был океан желе. У него не было дна. Когда Роза тонула, она была потрясена, увидев стаи прозрачных рыб, плывущих в океане виноградного желе. Вполне вероятно, они были созданы из виноградной кожуры. А она тонула дальше, глубже и глубже, словно в глубину впадины Марианских островов, пока давлением воды океан желе не раздавил её, смяв ребра и переломав позвоночник. В самом конце она стала напоминать тягущий мясистый шарик. Господи, спасибо за подробности. Стоило мне только щелкнуть пальцами, мясистый шарик из розы вылетел в небо. И после этого, окутанная золотым сиянием, она вернула свою изначальную форму. Это оказалось так легко и просто. Подобно возвращению сушеных водорослей в их изначальную форму и каждый мог это сделать. Это казалось, что… если это была ведьма. Это рассеянное выражение на лице розы возможно и было выражением той радости от того, что её детская мечта смогла воплотиться наяву. определённо, наверняка. Дальше идёт гора из пирожных. В один миг небо оказалось закрыто и покрылось чёрно-белым шахматным узором. Почти прозрачной белой частью была её любимая редкая сладкая ватрушка. Чёрной частью были пирожные из слегка горького шоколада. Заполонив всё небо, превратившись в целую гору, несколько миллиардов пирожных были сброшены вниз на розы, несколько миллиардов нихера себе. Если свалить все эти пирожные вместе, то вполне вероятно, они поднялись бы ещё выше горы Эверест. Поэтому, если примерно измерить их вес, я затрудняюсь сказать точно, но вполне очевидно, что этот вес гораздо тяжелее всех вместе взятых тортов в Японии. Они накрыли розу потопком, обрушившись вниз. Поэтому очень и очень очевидным итогом стало то, что роза оказалась до смерти раздавлена. В течение менее чем секунды. Все кости её тела были переломаны, а внутренности разорваны и выпущены. Хлюп-гульп-гульп. Несмотря на это, ещё больше пирожных было свалено на саму вершину. И роза в итоге стала просто слоем джема, размазанного между тортами. Найс-описание. Она истончилась до толщины одного волоса, словно на неё обрушился раздавивший её теннисный корт. Этот мир пирожных снова оказался озарём золотой вспышкой. Тут же, словно всё это было лично, роза снова возрождена. Была. Разумеется, это определённо не было сном. Она была возрождена после смерти. К этому моменту смерть, которую большинство людей могут испытать лишь раз после своего рождения, уже стал практическим опытом для розы. Другими словами, она прошла через то, что недоступно другим людям бесценный опыт умирания более одного раз. Ебанутое. Продолжение следует... Невинно смеясь, она указалась золотой тростью на розу, молившую о пощаде. После этого роза сверкнула золотом и стала стремительно съеживаться, Господи помилуй. Она уменьшилась до размеров настоящей бабочки. Затем золотые крылья отросли на спине, и она присоединилась к своим соплеменницам золотым бабочкам. Ээээ! Однако в то время, как человеческое тело в состоянии противостоять ветру, то бабочке совсем другое дело. Золотая бабочка роза была подхвачена в танце вихря и танцуя кружилась по всему розарию. Когда танец выбил ее из сил, нежная постель подхватила ее. Это был мягкий вязаный гамак, находившийся в тени под крышей беседки. Хозяин этого гамака возвышался прямо напротив, приветствуя своих редких гостей. А-а-а-а-а-а! Нет! Гамак, блядь! Конечно! Ёб твою мать! Я прочитал Буско Но она просто пока лоутир, как я и говорю Которые решили прогуляться в эту штурмовую ночь Этот хозяин, который в действительности был достаточно мал Чтобы просто раздавить его в ладони Теперь был размером с кровать розы Гамак, блин Ах... Гамак... 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 Пуздуц Да, конечно Нет, что очень смешно Прямо охереть как Только-только, блин, Беатрича показалась нормальной И снова херня пошла Я понял. Как ты, эта музыка, он понимал от сердца, который в сердце. Это счастлив и радостно. Не поддерживать Ба-Ту-Ра. Дорош, дорош. Ба-Ту-Ра, когда уберем я, мы помним сверну. Мне помним свободу и надеяться над людьми, мы довольны, требуем. Делай мне это данным! Аааа... Аааа... Да, хорош! I get it! На лице Беата не было никакого выражения злобы. Трудно было поверить, но она действительно от души наслаждалась этим жестоким зрелищем. И она благосклонно хотела разделить свое настроение с Баттлером. Вроде как да, должно быть узко. Баттлер застыл в шоке. Потрясенная невероятная разница их систем и ценностей. В этот раз не она даже это делает, Баттлер. Она не может это сны, даже если бы хотела. Извиняющимся жестом Вергилия покачала головой. Ее собственное тело тоже уже было убито. Могло ли это означать, что она не сможет ни в коем мере помешать? Пока Беата с интересом продолжала наблюдать за и происходящим безумием, Баттлер в ярости схватил ее за воротник и заорал... Стоп, у нее же нет воротника. У нее вырез. Там другое слово, наверное, было использовано. Есть, наверное, страничка из манги или там сцена из аниме, где он ее хватает. Мне даже интересно. Это было слишком много. Снимайте, Мажом! Это правда, Эва-оба-сан? Это правда, что она не может быть? Эва-оба-сан, наверное, тоже было немного. Но я так давно не мог бы вернуться. Но если бы ты упал на этих проблемах, то ты не мог бы вернуться. Это все, как ты! Роза, джинь, джинь! Роза, джинь, джинь! Идти, джинь, джинь! Теперь, я не знаю, что ты! Нужно играть с джиньбой, и не замили. Так что ты не замили. Это не замили. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Новые эмоции Да, буквально недавно Субтитры сделал DimaTorzok В этот миг от крика Батлера Сила, которая сопротивлялась Ведьме, обратилась Красной стеной Отбросила Биато назад Она говорила так, словно пытался оправдаться, но человека, которому эти слова были адресованы, Батлера уже не было здесь Его фигура внезапно исчезла в темноте Батлер использует магию, ватафак, ты же в нее не веришь Но Биато стоял с обиженным лицом и продолжила говорить себе оправдание Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Она рассчитывала на поддержку на Вергилия, лишь взглянула на нее с неопределенным выражением лица Для Биато в данный момент даже удивленное выражение было бы приятней Следуя примеру Батлера, Вергилира Растворилась в темноте Биато теперь оставшаяся совершенно одна Совершенно не могла понять, что происходит, ощущая, что ее выставили дурным человеком Ути-пути Субтитры сделал DimaTorzok 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 Небой! Возможно, это нравится. Это то, что это будет играть. Но я еще не могу понять! Но я не буду говорить никаких эмоций! Нужи что-то не любит. Барава... Я не знаю, что-то так! да всего лишь что-то а а а что лика и дек на о чем она ток тонкан на сферу на как все вот все 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 Теперь даже роновой еще с темнотей бета осталась совершенно одна Единственная в дождливом розарии Одинокая ведьма, с которой все отказались играть А поскольку никто не играл с ней, она была одинокой ведьмой Ну я не знаю Наверное, эту сцену мы просмотрим уже в следующей записи Это уже, так получается, довольно большой Чтобы ровненько было Момент, да, жутко совершенно с Евой новой, Беатричи, да И Беатричи старая, которая ничего не понимает С новыми эмоциями Да, уж Батлер просто подгорел люто Интересно, как же дальше все будет Ну я думаю, понятно, что с Розой и с Марией, скорее всего, все кончено Тут им уже ничего не поможет А на этом записи я заканчиваю А на этом записи я заканчиваю Субтитры делал DimaTorzok